Как научиться чувствовать себя хорошо вне зависимости от различных обстоятельств? Этот вопрос особенно актуален для нас сегодня. О поддержании эмоционального здоровья на должной высоте расскажет психолог по межличностным отношениям Алена Будникова. Когда в жизни человека происходят события, которые выбивают у него почву из-под ног, психика воспринимается это как горе. То, что произошло со всеми нами, можно сравнить с таким природным явлением, как землетрясение, только не в буквальном смысле, а в социальном. Нас всех очень сильно встряснуло. И как следствие, каждый из нас начал эмоционально по-своему реагировать. Кто-то шутит и смеется, кто-то спорит, обвиняет, кто-то ругается, кто-то удручается, кто-то принимает всю эту данность, такую, какая она есть. Как помочь себе удерживать свое эмоциональное равновесие? Прежде всего, исключите частые просмотры новостных событий, и уж тем более тех программ, которые только говорят на данную тему. Сейчас самое время каждый день заваривать себе чай с мятой. Подвижные игры и свежий воздух. Понятно, что в нашей ситуации это сложно, но даже и здесь можно найти выход. Например, в тех семьях, где есть дети, периодически можно устраивать в течение дня подвижные игры. Жмурки, прятки. Это не только поможет сбросить внутреннее напряжение, которое невольно в каждом из нас копится, но также и развеселить общую атмосферу в доме. И как следствие, только улучшатся наши отношения с родными и близкими. Открывайте почаще окно, проветривайте ваше помещение. Если есть возможность, выходите дышать свежим воздухом на балкон или просто откройте окно. Почаще смотрите на небо, на облака. Любуйтесь звездным небом, луною, звездами. Ну и немаловажное, когда в жизни человека происходит ситуация, в которой мы никак не можем изменить и повлиять на них, здесь важно менять к ним отношения. Мне припоминается здесь молитва оптинских старцев, которая звучит так. Дай мне разум и душевный покой. Принять то, что я не могу изменить. Даруй мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрости отличить одно от другого.